Жительница Раванского района Ирисбюбекташева относится к числу малоимущих семей. Она имеет 7 детей и внуков. В такой большой семье требуется разжигать огонь как можно часто для поддержания тепла в доме. С наступлением холодов и приближением зимы спрос на уголь увеличился, поэтому цены на данное сырье также растут. К примеру, частные предприниматели продают уголь на 6 сомов выше своей настоящей цены. Из-за большого спроса на уголь цены на данный момент повышены от 6 до 8 сомов. Однако уголь, который мы покупаем здесь, стоит от 4 сомов. Решили закупиться на одну тонну. С наступлением холодов стали разжигать печку. Тем более, наша семья малоимущая. Такая поддержка нам необходима. В Араванском районе открыты 4 точки по продаже дешевого угля. Сначала сырье предоставляется малообеспеченным семьям по списку. Здесь проживает 139 тысяч человек. 6 039 из них – малоимущие семьи. В общем, в Араванском районе имеется 26 пунктов продажи угля. Из них в 8 объектах по льготной цене. Ежедневно в каждую точку выгрожают по 90 тонн. И в настоящее время ведутся переговоры с рудниками. «По моей задаче, в каждом районе открыты такие социальные базы по продаже угля по доступной цене. Также после переговоров с поставщиками цена на сырье приходится на 5 сомов. Говоря правду, в селе Сармугол Алайского района есть угольное месторождение. Оттуда сырье доставляется за 5 сомов 50 тынов из-за расстояния». По поручению полномочного представителя президента Вожской области в регионах открыты 30 социальных баз по продаже дешевого угля. В Накатском районе 10, в Каракульджинском – 2, в Араванском – 4, в Карасуйском – 5, в Алайском и Чунгалайском в трех местах работают предприятия. Стоимость сырья составляет от 4 сомов 50 тынов до 5 сомов. Только уголь из села Сармугол продается за 5 сомов 50 тынов из-за большого расстояния, которое приходится преодолевать для поставки. «В 8 точках цена на уголь была снижена. Килограмм приходится от 4 сомов до 5 сомов. Уголь могут купить бюджетники или малоимущие семьи. На данный момент ведутся переговоры с угольными рудниками по поставке, к примеру, селом Сармугол Алайского района». В Вожской области имеется 21 угольное месторождение. В южный регион сырье из-за рубежа не возится. Основная цель организации угольных складов – это контролировать и регулировать риски роста цен на уголь.